Здравствуйте! Вы смотрите «Формулу здоровья» в студии. Мария Шматкова сегодня у нас в гостях Анатолий Викторович Скальный, доктор медицинских наук, профессор, основатель научной школы медицинской элементологии, вице-президент Института микроэлементов ЮНЕСКО. Здравствуйте! Здравствуйте! Дмитрий Викторович, очень рады видеть вас в нашей студии. Для нас это огромное счастье принимать вас в качестве гостя. Конечно, сегодня хотелось бы поговорить о вашей работе, о ваших разработках в области микроэлементов. Я рад, что вы меня пригласили, считаю своей миссией сеять вечное, доброе, делиться своими знаниями, потому что, как вы знаете, наука всегда идет впереди, и ученые знают чуть больше остальных людей о том, что творится на белом свете и что можно ожидать от этой жизни. А сегодня это как никогда актуально? Да. Ну вот, например, медицинская элементология, которую мы создали и которую мы развиваем, это наука о том, как микроэлементы, вот самые такие незаметные, казалось бы, части нашей жизни, как они влияют на нас, на жизнь, на наши привычки, на наше здоровье. С одной стороны, их очень мало, с другой стороны, все мы состоим из химических элементов, микро-макроэлементов. Мы не есть что иное, как комбинация различных химических элементов, макро- и микроэлементов. Медицинская элементология – это наука, которая изучает свойства химических элементов, их приложение к здоровью человека. Ну, если так выразиться просто. Например, все прекрасно знают дефицит кальция, синоним остеопороз, дефицит железа, синоним анемия, дефицит цинка, иммунодефицит. Вот это, скажем, самая актуальная тема для сегодняшнего времени. Например, что мы, ну, много лет уже я занимаюсь этой проблемой, сегодня я считал, что 40 лет я занимаюсь медицинской элементологией, ну, в той или иной вариант. С первого курса медицинского института каждый день я посещал лабораторию медицинской химии, и до сих пор не могу оторваться от этой тематики. Насколько она интересна, безбрежна, и я рад, что я хоть чуть-чуть к ней приобщился. Итак, смотрим, что мы можем сказать конкретно про наиболее актуальную вещь. Наиболее актуальная тема сегодня – это то, что мы, как оказывается, не готовы встретить даже очень мало опасный, с низким уровнем смертности вирус. Коронавирус. Вот, коронавирус. Да, мы не готовы. Что говорить о чуме, холере, каких-то там сибирской язве, не знаю, каких-то других неизвестных нам болезней. Поэтому я надеюсь, что после этого стресс-теста для всего планеты, тут стресс-тест не только для России или для Москвы, стресс-тест для всей планеты, мы наконец-то очнёмся и начнём думать о том, что важна не только скорость движения, но и качество движения. Мы куда-то бежим, мы расширяем города. Вот уже в Москве, не знаю, Одинцово, в Москве разницы нет. Вот, например, по нашим исследованиям, которые мы проводили много лет, мы создали карту России, в электронном виде она существует. Она существует в виде шеститомного издания для специалистов, правда. Называется «Алиментный статус населения России». Мы знаем по каждому крупному, более-менее крупному городу и региону России, по всем почти регионам России, знаем ситуацию с дефицитами и избытками. Так вот, дефицит цинка, например, к сведению публики, затрагивает от 20, это минимальное количество процентов населения, в некоторых группах населения, до 60. Но это большая цифра. Это очень много. Ну, например, дефицит железа тоже это десятки процентов, дефицит магния 40, 60 процентов. Я хочу сказать о тех странах, где живут долго. Например, дефицит цинка на Тайване, Тайвань, Окинава, Япония, да, есть Сардиния, Коста-Рика, есть страны, где, так называются, голубыми зонами, где люди живут почему-то долго. Так вот, в этих странах… Есть объяснение. Есть, есть. В этих странах, где люди живут почему-то 84-85 лет в среднем, кстати, на Тайване, это остров, который, ну, считается китайским, считается своим, но тоже политика, да, но, тем не менее, на этом острове мужчин и женщин – это единственное место в мире, умирает в одно и то же время. 84 года. Нет нигде в мире такого ситуации, когда и мужчины, и женщины живут одинаково. Дискриминации в сторону мужчин здесь нет. Так вот, частота дефицитов, например, селена на Тайване после 50 лет – 5-6 процентов, а у нас 40-50. Частота дефицита магния 3-5-10 в зависимости от города, а у нас 50-60. Я так понимаю, это все-таки обусловлено именно пищевыми привычками в том числе? Это обусловлено многие привычки. Смотрите, они же находятся в стрессе, они очень много работают. Вот эти Япония, ну, Корея, Тайвань, люди работают как, не знаю, как стаканцы. С утра до ночи, да. Но раз в месяц у врача как обязательно. Все страны, я для себя выяснил, все страны, где люди живут долго, включая Швейцарию, включая Францию, это страны, где любят ходить к врачам как минимум раз в месяц. Но опять же, ходить к врачам не потому, что что-то заболело. Нет, нет. А как вот в часы? Вот как, например, есть такая хорошая книга «Рождение клиники Фуко», что что должен делать врач во время Французской революции? Он должен заменить священника. Он должен в церкви перед мессой рассказывать о эпидемиологической ситуации. Это 18 век. А каких болезней надо опасаться? Что нужно делать? А у нас? А у нас Роспотребнадзор занимается контролирующей функцией. А учить, кто будет? А где сам просвет работы? Кто знает в Одинцовой? Может быть, знают, конечно. Но многие люди не знают существования центра медицинской профилактики, которые бюджетом-то кормятся, получают деньги от бюджета. Центры здоровья? Что-то я не слышал, чтобы туда валом валил народ. У нас есть, в Одинцовой есть центры здоровья, определенная категория граждан. Они везде есть. Только они должны быть на месте один. Потому что получается, что с первичной помощью, как уже и президент сказал, мы же говорим всегда после президента, надо говорить и до президента. Врачи должны, во всяком случае, говорить, что не так, не надо это делать. Вот инфекционистов вообще загнали, замажая, теперь оказывается самые уважаемые люди. А где их взять? А где молодежь, которая растет, где опыт принимает? В общем, очень много здесь. Мы делаем стратегических ошибок, думать, что всегда будет так, как сейчас. А как говорил Маск, герой нашего времени, Илон Маск, когда появляется страх, разум куда-то уходит. Сейчас очень много проблем обнажаются и выходят на поверхность. И очень много говорят сейчас и о проблемах в медицине, и о поддержке врачей, и о нехватке кадров, и о нехватке условий. И о многом-многом, о проблемах с профилактикой, о проблемах информации населения, вот той нужной информации. Понимаете, вот все должно встать на свои места. Вот студент, я преподаю в Российском университете дружбы народов. Медицинскую элементологию, это первая в мире кафедра медицинской элементологии. Которые, кстати, получают все больше последователей во всем мире, в разных странах, в разных странах мира, не во всем мире, а в разных странах мира. Учебники наши изданы на английском языке, сейчас будут изданы на китайском языке, потому что тема интересная. Так вот, я хочу сказать, что студенты, которые приходят учиться, очень многие хотят, кем хочешь быть? Пластическим хирургом. Кем хочешь быть? Трихологом. Кем хочешь быть? Вот еще что-то, понимаете? Ребята, редчайший случай, когда студент говорит, хочу быть врачом-лаборантом, хочу быть врачом-исследователем, хочу быть специалистом по профилактике. Очень мало людей об этом думают. Все думают только о мишуре, мишуре, о суете, о деньгах, которые, как мы видим, ничего не стоят, если в дверь стучится смерть. Вот будем говорить так, люди готовы очень много что-то отдать, минуты отчаяния, кстати, тоже неправильно. Человек должен готовиться к этому мигу отчаяния всю жизнь, он должен работать над собой. Вот этого чувства ответственности нет ни сверху, ни снизу, к сожалению, достаточно ответственности. Хотя, сказать, я ожидал худшего, все-таки у нас народ, во всяком случае, народ самоорганизовался достаточно быстро, это радует, это говорит о том, что все-таки мы еще не совсем, так сказать, утратившие разум. Может быть, все-таки тут играет определенную роль и советская школа, ведь раньше, вот я разговариваю с мамой, да, например, всегда была медицинская кафедра, и проходили во всех институтах, это было обязательно, курсы гражданской обороны, и то есть, ну, какие-то такие моменты, которые очень сильно дисциплинируют. Это очень правильно, только надо понимать, что общество поменялось, мы не живем в тоталитарном, авторитарном и прочем режиме, мы достаточно свободная страна, чтобы там кто ни говорил, у нас запретов намного меньше, чем во многих так называемых демократиях, но вопрос другой, мы видим, что к Крыму приходит отсутствие запретов, от СПИДа шире до других проблем, скученность народа, всем наплевать, армия выгоняет, не гоняет из баров в Германии, те, кто хочет выпить, несмотря ни на что, это что такое, где ответственность? Так вот, я хочу сказать, что надо подумать о будущем. Когда мы говорим все время о прошлом, это хорошо, но надо хотя бы 50 на 50. Мы должны сейчас создавать специалистов новых технологий, врачей-интеграторов, врачей, которые умеют работать и с компьютерными системами, технологиями, которые умеют прогнозировать, тут проблема-то прогноза. Можем всем запретить, всех посадить и обрушить экономику. Да, классно, замечательно. Но мы боятся другие последствия. Мы боятся другие последствия. А нужно ли запрещать? Нужно. Но нужно и разрабатывать методы, которые более современные, которые, кстати, интересны населению, гаджетированию, гаджетированному населению, смартфону, поколению смартфонов. Старые методы могут не пройти. В общем, надо изучать психологию. Человек – это человек, в первую очередь, понимаете? Надо изучать, надо не допускать страх, надо вселять людей уверенность. Не надо говорить, что вакцина нас спасет, но через 18 месяцев. Знаете, особо мнительные люди 18 месяцев будут нервничать. Надо предлагать те меры, вот, гигиенические меры, эпидемиологии – это правильные меры. Это вот советские, советские, это просто признанный мир. Ну как, это нормально. Хорошо, что у нас это действительно сохранилось. Ну все мы знаем, с детства нужно мыть руки. Но мы этого не делали. И очень много есть людей, которым наплевать на все и на всех. Особенно среди молодежи появилась такая мощная прослойка, которая «я, мое пространство, мое томое, твое пространство будет не значить ничего, если оно будет загажено, понимаете? В том числе тобой. Вот тогда все очень, немножко, немножко надо более ответственности и отнестись к себе. Потому что в таком поезде, который мы несемся, локомотив Сапсан-5, там мы несемся с огромной скоростью и успеваем сообразить, что происходит вокруг. И вот мы и получили обраточку от природы. Потому что нарушая какой-то баланс между живыми организмами, ну вирус – это как бы паразитнесов, не самостоятельное существо, но все-таки нарушив баланс в природе, мы получаем какие-то перекосы, которые на нас отражаются. Все-таки как вот в этой ситуации может помочь именно вот цинк, как микроэлемент, который отвечает за именно дефицит человека? Месяц тому назад я получил звонок из посольства одной страны, нашего посольства, да, что можно посоветовать товарищам, потому что у них началась вот такая неприятная ситуация. Вот по вашему мнению, я говорю, понимаете, насколько я помню, вакцины от некоторых видов гриппа, птичьего, кажется, нет до сих пор. Что будет при следующей вспышке, никто не знает. Чудодейственных лекарств нет, либо они есть, но они так дорого стоят или имеют так много побочных эффектов, что каждому их не назначишь. Можно же лечить гепатит С, можно. Посчитайте, сколько это будет стоить, если будет много больных. Никакая система здравоохранения не выдержит. Вот сейчас проблема, что не выдерживает здравоохранение вот этого резкого наплыва скачка. Всего-то на пару тысяч человек в городе возрастает количество тяжелых больных. То есть медики уже не могут справиться. Не могут справиться, да. Это как к прогнозу, это как к вопросу оптимизации. Оптимизация должна быть разумной, рациональной, а не просто потому, что надо отчитаться. Это строго надо об этом говорить, что люди, которые принимают решения, они должны думать, что мы о них помним, об их ошибках мы тоже помним. Понимаете, да, вот мы, особенно как специалист, нас не слушают или привлекают только в случае алармистских ситуаций, а надо постепенно работать и работать более разумно. И не только старыми методами, но и методами будущего. У нас инструментов сейчас миллион, у нас техники много, у нас приборов много. Так вот про цинк. Так это спросили, чем можно помочь? Любые препараты цинка повышают иммунитет и воздействуют, в том числе применяются в лечении, комплексном лечении, профилактике вирусных заболеваний. Это я просто как отчеканил, как специалист, который занимался цинком много лет, который разрабатывал препараты, содержащие цинк, участвовал в многих исследованиях. То есть лет 10 тому назад мы обследовали большую группу, коллектив, закрытый коллектив людей, которые болели пневмонией, четверть заболела пневмониями, непонятно почему, и поняли, что применение препарата – это уже цинк, то есть ответ был, ответ готов. Применяя его, можно снизить тяжесть заболеваний, уменьшить смертность и летальные исходы, и можно предупредить о развитии этого заболевания как такового. Кроме того, цинк первое дезинфицирующими свойствами обладает. Мы знаем, что животные зализывают раны. Почему? Потому что есть лизоцим. Лизоцим – это цинк активирует вещество, которое убивает различные инфекции. Вот на коже. Почему на коже, если поселится этот вирус, кто с ним справится? Тот же лизоцим и другие факторы, которые активируются цинком. Все прекрасно знают присыпки, мази, против грибка, различные ранозаживляющие средства. Практически все на цинке. Противогерпетические средства – многие на цинке. Цинк входит в состав комплексного лечения больных со СПИДом во многих странах. Кстати, почему? Потому что он оказывается… Вот после этого звонка из посольства была одна кнопка в компьютере. Я просто тут же набрал коронавирус и цинк. И выскочила статья 2010 года. Цинк подавляет, и он и цинк подавляет репликацию РНК вирусов, в том числе коронавируса. Вот оно. Искать не надо. Вбейте. И когда я сейчас слышу, надо искать сложные лекарства, которые подавляют, которые надо еще изучать, пять лет изучать. Ребята, все это надо, я не спорю. Это заказ фармы. Я люблю всегда говорить откровенно. А есть простые средства, которые уже сейчас есть, и о них тоже надо говорить. И одни из них – это препараты цинка. Которые, я не говорю, что это единственные, но это то, что на поверхности лежит. И их можно применять побочных вектов. Практически нет. Ну, это мизер. Надо, понимаете, месяцами принимать, чтобы нарушить амен меди или вызвать какую-то реакцию. Но, с другой стороны, есть масса способов проверить содержание цинка. Это несложно. Сейчас ни 40-й год, ни 50-й, даже ни 80-й. Но в любом случае, да, дефицит цинка, он… Предрасполагает к снижению иммунитета. Как местного, ротовая полость, кожные покровы, слизистые, да, конъюнктивиты и так далее. Вот люди, у которых часто выходит ячмень, отит, кожные заболевания, воспаление, фурункулы. Это люди, которые, скорее всего, имеют дефицит цинка. Молодежь с акне 40-50% имеет дефицит цинка. А среди пожилых, в связи с тем, что с возрастом снижается усвоение цинка и много заболеваний, количество людей с дефицитом цинка, вот как раз есть те 60 и более процентов. А есть еще у него диабет, а есть у него еще гипертония, то это, конечно, много. Так вот, я хочу сказать, что помимо каких-то проектов, которые нужно делать, которые стоят миллиарды рублей, чтобы разработать новые лекарства. И когда-то это будет, надо применять. Я за то, чтобы применяли средства, которые есть сейчас и которые не требуют никаких вложений со стороны государства. Более того, если они действительно эффективны, если они действительно повышают иммунитет и способность организма к встрече с этим вирусом. То есть, в принципе, да, но, безусловно, это как и с гриппом. Конечно, человек может заболеть. Да, даже вакцинируясь ежегодно, мы понимаем, что мы можем заболеть. Но мы прекрасно понимаем, что если мы вакцинировались, если наш иммунитет хотя бы на 30% готов к встрече с тем или иным вирусом, мы можем надеяться на то, что наше заболевание будет протекать, но в более легкой форме. Да, или мы его даже не заметим. Ну, пройдем просто мимо и скажем пока. Вот смотрите, говорят, а вот молодежь. А что молодежь? Одни не едят мясо, другие занимаются чем-то еще, третьи не хотят. В общем, знаете, ребята, приведите в голову в порядок. Можно быть вегетарианцем с нормальным содержанием цинка. Это я обращаюсь к вегетарианцам. Полно из продуктов, богатых цинком. Ну, изучите, поинтересуйтесь, понимаете? Просто когда специалисты говорят о том, каждый раз, не устоит повторять, что необходимо сбалансированное питание, очень важно принимать пищу, богатую макро-микроэлементами, вот это все как раз о том, это не просто слова, это действительно имеет огромное значение. Помимо того, что нужно вести активный образ жизни, сейчас все активно занимаются спортом. Дай бог, чтобы все. И даже в режиме самоизоляции, но тем не менее, все равно огромное количество людей, которые включились в эту работу и получают от этого удовольствие. Ну, то есть, вот так же рьяно, как все бросаются бегать, ну, я просто на примере даже нашего города, за последние годы количество людей, которые просто бегают по утрам, они увеличивают. Это здорово, это классно. Но вот помимо этой части, еще огромное внимание нужно уделять тому, что вы едите, как вы едите, и в какое время, и что вам надо. Потому что можно кушать так же, как сосед, но у соседа этой проблемы нет, поэтому ему больше не нужно, а вам, может быть, нужно. То есть, я говорю о следующем. Сейчас развитие техники, развитие возможностей наших фармацевтических, возможностей нутрицептических, то есть, пища, обогащенные продукты. Вот, например, что я инициировал. В Санкт-Петербурге выпустили, сейчас появится на рынке, более 40 видов продукции, от пельменей до марципанов, обогащенных цинком. Почему? Потому что 40% в среднем людей имеют дефицит цинка. 40%. Узнать, если у тебя дефицит цинка, очень несложно. Вот симптомы, о котором говорили немецкие врачи, потеря обоняния и вкуса. Да, много может быть причин, а может быть затекает, а может быть там воспаление бывает. Ребята, при дефиците цинка, один из первых симптомов, который появляется, гипосмия, анасмия, потеря вкуса, аппетита, обоняние, и т.д. и т.п. Есть тесты, которые это повторяют. Второе, это у людей, у которых есть дефицит. Это люди, которые сейчас с кожными заболеваниями, кстати, это те, кто злоупотребляет алкоголем, те, кто имеет диагноз СПИД, таких тоже в нашей стране, миллион, кстати. Люди, переболевшие туберкулезом, пневмонией, имеют практически 100% имеют дефицит цинка. Вот почему они? Вот это не только поэтому, понимаете, чтобы люди не поняли правильно, наши зрители, что я про одно, но это то, что лежит под руками, что можно использовать, не дожидаясь когда-то, что великими усилиями, потратив значительную часть бюджета, будет рожден препарат, который тоже подавляет репликацию РНК-вируса, но неизвестны его побочные эффекты. Вот так может закончиться многие, так многие, очень трудно угадать, как новая формула подействует на организм. И я извиняюсь, 10% тех, которые рекламируют препараты противовирусов, которые имеют такой эффект, я не буду их называть, нельзя вот это, вот, они, извините, 10 таблеточек стоят 1000 рублей. 10 таблеточек, это не так много, или капсулок, это очень мало. Это, опять же, ну, то есть, это хорошо, но, если есть под рукой средства более простые, и нужно, я вот о чем я говорю, нужно появление отечественных препаратов, дешевых препаратов, того же цинка, там меди, железа, в большом количестве, и диагностики, которые, она есть, просто ее надо популяризовать. Зачем вы принимаете мультивитаминную формулу, если у вас нет дефицита витаминов? И наоборот, почему вы не принимаете витамин В1, если он у вас в дефиците есть? Ну, определитесь, пожалуйста, это можно сделать, это не надо делать часто, но это надо делать. Мы живем век персонализированной медицины, жизнь человеческая стала, стоит дороже, инвестировать в нее нужно больше. Спасибо вакцинации, она прибавила людям, человечеству минимум 30% продолжительности жизни, потому что перестали умирать люди от инфекции, это надо помнить, но мы пошли другим путем, мы же всегда ищем, мы создали скучность, запомните, где были чума, где косилок, города Западной Европы, Ухань, ой, да это же город, известный с античности, средневековья, что там купцы от Китая довозили до Гену и чуму и все остальные интересные вещи, потому что скучность огромная. Кстати, Ухань, самый густонаселенный город, город Китая, и город с самой высокой степени, одной из самых высокой степени, это промышленный город, я там был, я знаю, я работал в этой провинции, провинции уезд, Энши, поселенную, это место, где очень много предприятий, и загрязненность частицами, вот этими микрочастицами воздуха, она в десятки раз превышает все мыслимые и немыслимые нормы. Кстати, и север, и север Италии тоже самое, и Нью-Йорк, это далеко не самый чистый город в США, деревни не болеют. Так вот, один из выводов медицинской элементологии, дисбалансы элементов очень, ну, начинают возрастать среди населения, населенных пунктов, выше агломерации 350 тысяч человек. Надо вернуться к моногородам, надо вернуться к поселениям, где можно узнать. Кстати, я в Париже бываю чаще, чем в Коломенском, это точно, многократно чаще, то есть, нам легко долететь. Зачем нам такой город огромный, если мы его даже не видим? Поэтому надо все более разумно, то есть, надо думать о будущем. Я вот хочу сказать, что мы, к сожалению, мало прогнозируем, мало думаем о будущем. Думаем, что нам кто-то произведет маски, кто-то из нас изобретет лекарства, кто-то научит наших детей, и так далее. Нет, надо самим за сучьем рукава работать. Спасибо, Анатолий Викторович. Надеемся, что сегодня нашей программой мы заставим людей думать и заботиться, в первую очередь, и прислушиваться к своему организму, заботиться о своем здоровье. Инвестировать в себя. Спасибо. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Оставайтесь дома, берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин